Всем привет! Сегодня полезные советы и секретные приспособления для каждого мастера. Поехали! Я тут затарился пластиковыми контейнерами. Как ни странно, один такой контейнер дешевле, чем маленький для аметизов. Из них сейчас сделаем классный помогатор для мастерской. Померив длину и высоту боксов, беру остатки фанеры, выставляю упор и отрезаю пару боковых стенок. В качестве направляющих также беру остаток фанеры и делаю разметку, а потом напиливаю брусочки из фанеры. На двух боковых стенках делаю разметку. Таким образом, чтобы сантим оставался сверху каждого бокса для захвата. Беру в руки ПВА-клей, капаю пару капель, затем прикладываю и стреляю на малые гвозди для фиксации. Таким же образом, повторяю процедуру с другой стенкой. Далее, замерив ширину боксов, отрезаю заднюю стенку. Также сажаю на ПВА-клей и финишные гвозди. Таким образом, получился шкафчик из остатков фанеры. Закрепляю его на стену, в самое ходовое место для работы. В самих пластиковых кейсах сделал перегородки из фанерки. Подписал маркером и разложил все битки на свои места. Таким образом, всегда расходка будет под рукой и за секунду можно найти любую насадку. Такие ящики хороши для мастерской, для домашнего мастера. Можно раскидать любой малый крепеж. Ну а если нужно найти место под инструмент и при этом взять его с собой, то тут выручит металлопластиковый ящик для инструментов InForce, который удобен для транспортировки ручного инструмента. Модель оснащена прочными металлическими стенками и ударопрочными угловыми элементами из пластика. Но зная, что инструмента много не бывает, тогда лучше добавить брата постарше. Сюда уже легко вмещается тяжелый инструмент. Кейс на колесах и имеет телескопическую рукоять. Также они модульные. Устанавливается малый брат сверху, цепляется клипсами и перевозим сразу весь инструмент. Ну а далее уже ваша фантазия. Можно использовать как верстак. И чтобы не работать на полу и не портить покрытие, смело кидаем на ящик заготовку и отпиливаем в размер. Также можно воспользоваться как стремянкой, ведь кейс выдерживает хорошие нагрузки. Ну или вообще сделать паузу и подкрепиться. И более подробную информацию на эти ящики для инструментов оставлю по ссылкам в описании. А мы поехали дальше. Заказывая посылки и выбрасывая конверты, не стоит оставлять свою информацию. Но и закрашивать маркером это долго. Да и ненадежно. Лучше взять турбозжигалку или газовую горелку. Таким образом за пару секунд вы уберете всю необходимую информацию. Работая с проводами и закрепляя их, например, в патроне, делайте это правильно. А не просто прижать болтик, там с одной стороны проводок. Такое крепление ненадежно и провод может легко выскочить. Поэтому зачищаем чуть больше провода и с помощью пассатиж делаем колечко. А лишнее откусываем. И уже такое крепление будет намного надежнее. И даже если дернете провод, заденете ногой, то он останется на своем месте. Если вам нужно соединить две гофры, то вот вам отличный лайфхак. Не надо сюда тратить целый моток изоленты. Просто берем кацелярский нож и с одной стороны каждой гофрой делаем небольшой надрез. А далее просто накручиваем друг на друга. Соединение получается довольно хорошее. И таким простым трюком наращиваем гофру. Разбираясь в мастерской, с места на место перекладываю пустые кейсы от инструмента. Вроде и выкидывать жалко, да и применить некуда, так как много перегородок внутри ящика. В итоге взял специальный инструмент и потратив 5 минут времени убрал все перегородки внутри ящика. Хотелось бы на будущее попросить производителей, чтобы делали вкладыши в ящики. Таким образом функционала будет больше. И кейсы можно сразу использовать под любое назначение. Лично я, убрав все перегородки, накидал туда самый ходовой инструмент, который при необходимости могу взять с собой. Поэтому, друзья, пишите в комментах, какие советы вам понравились больше всего, а какие нет. Поставьте лайк этому видео, вам не сложно, а мне приятно. И подписывайтесь на канал. И также заходите ко мне в группу ВКонтакте. Там я выкладываю короткие видео и более полезную информацию. Всем хорошего настроения. Спасибо за просмотр. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok